Привет, друзья! Знаете, какой самый быстрый серийный бензиновый кроссовер в мире? Наверняка вы ответите, что это Porsche Cayenne Turbo GT, но это не так. С сегодняшнего дня именно с этого самого момента это звание принадлежит новому Aston Martin DBX 707. Да, британцы это сделали, они обещали нам самый крутой премиальный SUV в мире и они его выпустили. Но давайте обо всем по порядку. Внешне новый 707 выделяется более агрессивной и крупной решеткой радиатора с новым рисунком, другим дизайном ДХО и более ярко выраженным сплиттером. Приправлено все это массивным задним диффузором и аккуратным антикрылом на крышке багажника. Правда неясно, несет ли этот элемент какую-то практическую цель. А вот базовые 22 колеса призваны добавить кроссоверу массивности, хотя если вам этого мало, можно заказать и 23-дюймовый вариант. Какие бы вы диски не выбрали, за ними будет скрываться карбон-керамическая тормозная система. Спереди используется диск размером в 420 миллиметров, а сзади 390. Такая крупная тормозная система необходима для того, чтобы хоть как-то останавливать эту ракету, у которой индекс 707 неспроста стоит в названии. И это не отсылка к Джеймсу Бонду, это значение мощности. Да, друзья, этот британец выдает 707 лошадиных сил и 900 ньютон-метров момента. И за это стоит сказать спасибо его немецкому сердцу. Речь идет о 4-литровом V8 производства Mercedes-AMG. Благодаря этому перед нами самый мощный в мире премиальный кроссовер и по совместительству самый быстрый. Он даже быстрее Porsche Cayenne Turbo GT. Благодаря новому 9-ступенчатому автомату с мокрым сцеплением, с доработанной системой полного привода и модернизированным дифференциалом повышенного трения, эта зверюга разменивает первую сотню за 3,2 секунды и способна развить максимальную скорость в 310 километров в час. Это быстрее, чем Bentley Bentay Gaspeed и быстрее, чем Lamborghini Urus. Самое приятное, что DBX 707 остается достаточно комфортным кроссовером и оснащается новой трехкамерной пневмоподвеской. А салон способен подарить роскошь и стиль, благодаря доработанной консоли и премиальным материалам, таким как кожа, алькантара и натуральный шпон. Хотя вы вольны скомпоновать свою отделку салона. Для этого у британцев есть целое подразделение под именем Q. Новый король бензиновых кроссоверов поступит в продажу во второй половине года, а за право владеть таким монстром придется выложить 232 тысячи долларов. Спасибо тебе за это, Мерседес! Шкода продолжает наращивать модельный ряд и пополнять его различными электрическими моделями. И после премьеры электрического кроссовера Enya чехи, недолго думая, представили его купеобразную версию с расчетом на более молодых и амбициозных покупателей, которые хотят выделиться в серой массе людской. Внешне кроссовер выглядит очень эмоционально. Покатая линия крыши, большая панорама и огромные колеса вплоть до 21 дюйма. Все эти атрибуты создают впечатление стремительного купе. Но массивный передний бампер возвращает нас к реальности и напоминает, что это все-таки кроссовер, хоть и не самый обычный. Тематика спортивной агрессии прослеживается и в салоне, который утопает в материалах из вторсырья, кожи и контрастной строчки. В модификации RS есть еще алькантара, спортивные ковши и алюминиевые декоративные накладки, добавляющие дороговизны салону. Какую бы модификацию вы не заказали, Enya предложит трехспицевый руль, хорошее сидение с большим количеством регулировок и, конечно же, полностью цифровой кокпит, состоящий из 5-дюймовой приборной панелей и большого 13-дюймового дисплея мультимедийной системы. В современных автомобилях без этого никуда. Ну а теперь самое интересное – техническая часть. Enya построен на платформе MEB и, благодаря необычной форме кузова, обладает рекордно малым коэффициентом лобового сопротивления – всего 0,23. На выбор доступно три модификации. В базе кроссовер предлагает один мотор, задний привод и мощность в 204 силы и 310 ньютон-метров момента. Такая версия способна набрать первую сотню за 8,7 секунды и оснащается батареей 82 киловатт-час и может проехать 545 километров пути на одном заряде по циклу WLTP. Точно такой же батареей оснащается и старшая двухмоторная версия с полным приводом мощностью в 265 сил и 425 ньютон-метров момента. Из-за возросшей мощности запас хода у этой модификации меньше, но и динамика выше. Первую сотню такая версия без особого труда разменивает за 7 секунд и это довольно-таки неплохо. В Skoda также подтвердили, что чуть позже появится еще более овощная версия с одним электромотором на 180 сил и 310 ньютон-метров с батареей на 62 киловатт-час. Это будет самая доступная версия. Все ранее указанные модификации способны развить максимальную скорость в 160 километров в час. Чего не скажешь о топовой модификации РС, которая способна развить 180 километров в час и разменять первую сотню за 6,5 секунд. Все это возможно благодаря двухмоторной силовой установке на 300 сил и 460 ньютон-метров момента и системе полного привода. По совместительству это еще и самая мощная серийная Skoda за всю историю компании. Для лучшей управляемости версия РС оснащается перенастроенной спортивной подвеской. Она на 15 миллиметров ниже спереди и на 10 сзади. Такой трюк позволит добиться лучшей управляемости и поведения на дороге. Skoda планирует начать принимать заказы на новинку уже в следующем месяце. Тогда же чехи анонсируют цены на каждую из доступных версий. Друзья, также хочу напомнить, если вам нравится то, что я делаю, не стесняйтесь и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. А также не забывайте о моем втором музыкальном канале, доступном по ссылке в описании. Если вам это интересно, переходите и присоединяйтесь. Land Rover готовится к премьере заряженной версии Range Rover SVR. После успешной премьеры нового поколения роскошного внедорожника, британцы всерьез задумались над будущим самой мощной версии и, по последней информации, в новом поколении SVR вы уже не найдете компрессорный V8, который сопровождал модель все эти долгие годы. Отныне его место займет 4,4-литровый V8 производства BMW, позаимствованный у X5M. С таким двигателем заряженный Range Rover будет разменивать первую сотню всего за 4 секунды и займет лидирующую позицию в своем сегменте. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики, а также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok